Давайте разберёмся, что нужно сделать, чтобы эксперт, к которому вы обращаетесь за комментарием, интервью или разъяснением, вам ответил. Вам, как журналисту, очень часто понадобятся вот такие специалисты, эксперты, которые глубоко разбираются в той теме, о которой вы пишете или снимаете сюжет, программу. Немногие из них сидят и ждут, что им позвонит журналист, мало кто из них выделяет отдельное время, чтобы общаться с представителями СМИ. То есть у них есть свой распорядок дня, у них есть свои планы, свой режим, и вы, по сути, своим звонком, своим обращением, вы как бы так вламываетесь в это привычное их существование, в привычный их режим жизни. Корректный, грамотный, вежливый журналист понимает, что у эксперта есть свой план действий, свой план мероприятий, свой режим жизни. И поэтому, когда мы запрашиваем интервью, мы стараемся сделать это максимально профессионально, максимально корректно и грамотно. Как мы это делаем? Во-первых, мы собираем информацию об эксперте, где есть какие контактные данные. Возможно, если вы работаете по заданию редакции, в редакции уже есть телефон, имейл, аккаунт социальной сети, и есть какая-нибудь пометка в базе контактов, есть какая-то пометка, как эксперт предпочитает, чтобы с ним или с ней связывались. Есть люди, которые не проверяют электронную почту, есть люди, которые не смотрят в мессенджерах, то есть у каждого есть свои привычки. Если это уже эксперт, с которым редакция имела дело, то, скорее всего, в базе контактов там такие пометки есть. Но что же делать, если вы либо в первый раз обращаетесь к этому человеку, либо у вас в редакции, ну так бывает, нет базы контактов и нет этих пометок. Учитываем, что эксперт всегда занят, принимаем это как дано в задаче. Мы гуглим, индексим, находим человека в социальных сетях и готовим некое такое предварительное письмо, сообщение. Это может быть письмо на один абзац, не надо много расписывать и слишком подробно. В этом абзаце должно быть сформулировано, кто вы, как вас зовут, от какого издания, либо от какого блога, возможно, вы для своего личного блога делаете это интервью. Для какого издания, либо блога вы делаете, вы хотите пригласить человека поучаствовать в создании материала. Затем вы формулируете максимально конкретно и максимально четко тему, о которой вы пишете. Вы не пишете «я хочу написать вообще о молодежном предпринимательстве» или вы не пишете «я собираю материал для издания». В этом абзаце должно быть и где это будет опубликовано, и максимально конкретная тема, которой материал будет посвящен. Например, ваш материал будет о изменениях в законодательстве, которые касаются молодых предпринимателей. Зачем это важно? Почему важно указывать это конкретно? Потому что эксперт смотрит на вашу формулировку темы и для себя определяет, он достаточно компетентен для того, чтобы ответить на такой запрос, или это выходит за рамки зоны его экспертизы. Если вы не пишете это в предварительном своем обращении, то что получается? Я хочу написать о молодежном предпринимательстве. Допустим, что я эксперт, который в какой-то конкретной части этой темы специалист. Я не понимаю, я подхожу под эту тему, я знаю, у меня есть что сказать на нее, либо нет. И в этот момент эксперт, скорее всего, либо проигнорирует, либо вам откажет в интервью. Поэтому конкретика и четкость постановки задачи, конкретика формулировки темы повышает ваши шансы получить согласие эксперта, к которому вы обращаетесь. Следовательно, кто вы, от кого, где будет опубликовано, по какой тематике вы это делаете. Следовательно, у вас должен быть план материала до того, как вы запрашиваете экспертизу у какого-то специалиста. Вот эта предварительная работа, она очень часто игнорируется молодыми журналистами. Кажется, мне дали тему, я нашел эксперта, который вроде бы про это что-то рассказывал в прошлых интервью. Я сейчас напишу, и мне все расскажут, что это такое, с чем это едят, и как про это грамотно писать. Нет, эксперт занятой человек, стоимость его минуты, его 10 минут, его получаса очень высокая. И чаще всего хорошие грамотные специалисты ценят свое время. Следовательно, они соглашаются на комментирование, либо на интервью, в том случае, если они видят ценность потратить это время на общение с вами. Если они видят с вашей стороны халяву, ну типа, я не знаю, я вообще буду писать что-то вот такое, они вот эту халяву считывают с вашего текста и отказывают вам в интервью. А вам на другой стороне кажется, что это какой-то зазнавшийся, нехороший дядька или тетка, которые просто вы им не понравились. Нет, дело вот именно в этом уважении ко времени специалистов. Мы готовим этот абзац текста и затем его посылаем по разным каналам связи, если у нас нет информации о предпочитаемом канале информирования. Мы посылаем это в электронную почту, мы посылаем это в один мессенджер, во второй мессенджер, потому что нам важно, чтобы эксперт увидел наш запрос. Что здесь может быть препятствием, с чем мы можем столкнуться? Алгоритмы социальных сетей и, в принципе, почтовые программы делают так, что фильтруют информацию, которая поступает к человеку. И, например, если вы не друзья с этим человеком, то ваши запросы и ваша информация, посланная в мессенджер, может попасть в спам-папку, либо новые контакты, либо новые контакты в спам-папке. Ну, знаете, в социальных сетях не найдешь эти приглашения. И просто эксперт может не увидеть ваш запрос. В этом нет никакого злого умысла. Просто очень редко люди ходят и разгребают вот эти спам-папки. А вот в имейлах, да, очень часто бывает, что прячутся эти письма от незнакомых людей, прячутся во все эти служебные папки. Что мы можем сделать по этому поводу? Если ваш эксперт достаточно публичен и ведет социальные сети, пишет там посты, там что-то комментирует, то совершенно корректно зайти в такой публичный, открытый для всех пост и в комментарии написать, там, Алла Ивановна, я журналист такой-такой-то или блогер такой-то, хочу взять у вас интервью. Ну, обратите внимание, я послала в личку информацию. И в этом случае комментарий чаще всего будет увиден, и уже человек принимает решение, заходит в личку, находит ваше сообщение, либо просит переслать по какому-то другому каналу. То есть в этом нет никакой проблемы, напомните себе, на другой площадке сообщите о вашем интересе. Но что очень неприлично и неграмотно, и непрофессионально, это, добыв телефон эксперта, звонить его без предупреждения. Ну, потому что вам сейчас надо, вот срочно-срочно комментарий что-то надо, и вы ему звоните. Корректный сетевой этикет предполагает, что вы предупреждаете о звонке, договариваетесь о звонке. Поэтому я бы вам рекомендовала либо послать смс заранее о том, что я такой-то, по какому каналу связаться, когда вам будет удобнее. И только если вы получили разрешение позвонить, тогда вы звоните. Это, конечно же, не касается тех редких случаев, когда журналисты звонят каким-нибудь хорошим людям и хотят застать их врасплох. Это не та сфера. Мы говорим о работе с экспертами, со специалистами, когда вам не надо их разоблачать и ловить в какой-то неудобной позе. Вам нужно договориться о корректном интервью и хорошем разговоре. То есть будьте настойчивы, планируйте свою работу, и с точки зрения, о чем вы пишете, какой элемент, какой фрагмент этой темы вам нужно разъяснить вместе с экспертом. Будьте корректны и уважительны, проверяйте орфографические ошибки в своем тексте, потому что если эксперт видит коряво написанный текст, то статус ваш сильно падает. Будьте настойчивы на разных медиаплатформах. И затем договаривайтесь о времени и о дате и канале коммуникации. Вы спрашиваете, как вам будет удобнее дать интервью. Мне нужна видеозапись, поэтому я хочу пригласить вас в сервис для видеоконференций. Что это значит? Если для человека значимо, то для видеоконференции он приведет себя в порядок, что-нибудь подкрасит, причешется и даст вам интервью. Если вы не предупреждаете о том, что вы хотите вести видеозапись, человек может лежать в горизонтали и вам наговаривать какие-нибудь ответы, что будет не очень красиво для аудитории вашего канала, либо вашего визуального медиа. Следовательно, я через многие ролики повторяю одну мысль, красная линия этих роликов. Думайте о тех людях, с кем вы коммуницируете. Представляете себе, как они живут, как они себя ведут, что для них важно, что для них ценно. Задавайте им корректные вопросы, и тогда вы получите адекватный, спокойный, корректный ответ. Когда вам рассказывают про то, что журналисты ужасные, отвратительные и плохо себя ведут, это как раз продукт тех ваших коллег, которые вели себя некорректно, не готовились к интервью, не готовили вопросы, не формулировали конкретно, что они хотят от эксперта, заставали человека в половине третьего ночи с требованием «Мне срочно надо, мне вчера этого все было надо» какой-то комментарий. То есть коллеги, которые ведут себя некорректно, создают некую ауру, некое впечатление вообще от профессии. Но вы же не такие, вы же не будете такими, мы договорились об этом, в тот момент, когда вы подписались на этот канал. Кстати, если вы не подписались, сделайте это прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!